Над пчелами Аргентины сгустились тучи. Их судьба менее определённа, чем на Корсике. Крестьян, рыбак и пчеловод, с трудом пробирается сквозь джунгли дельты к одной из его пострадавших пасек. Всё потеряно. Это больше не послужит. Даже оборудование уже начинает гнить. Эти ульи были полны мёда. Всё это было мёдом, который был готов к сбору. Из-за воды всё пойдёт в мусор. Это тоже было готово к сбору. Последние климатические события погубили миллиарды пчёл, но есть ещё большая опасность, из-за которой может исчезнуть навсегда местный мёд. Аргентина перешла на интенсивное возделывание сои и кукурузы в начале 2000-х годов. Раньше здесь были леса, болота, сегодня хранилища, и поля всё больше завоёвывают дельту. Ставить ульи на поля больше не имеет смысла. Соя настолько покрыта пестицидами, что это убивает всё. Они применяют столько пестицидов, что мы не можем больше держать пчёл. Когда идут сильные дожди, поля смываются, и загрязняющие вещества идут сюда и убивают всё – рыбу, растения, птиц, всё, что на их пути. Когда пчёлы приближаются к воде, они умирают. Именно поэтому сейчас в Аргентине очень тяжело производить мёд дельты. Под мостами в дельте стоят ульи Карлоса. Из-за угрозы подтопления он перевёз их сюда в спешке, без каких-либо мер предосторожности, которые может предпринимать Пьер на Корсике. Каждая рамка с мёдом опустошается. Из-за наводнения больше нет цветущих растений. Пчёлы расходуют все свои запасы, чтобы выжить. Уже несколько лет дела идут не лучшим образом. Начиная с финансового кризиса 2001 года, аргентинское правительство проводит протекционистскую политику. Только генномодифицированная соя и кукуруза экспортируются по цене золота. Цена же на мёд ничтожна. В прошлом году мы даже не собрали мёд с этих ульев, поскольку экономически это было нерентабельно. Доллар за один килограмм – это того не стоило. И этот год тоже начинается плохо. Поэтому этот труд не очень мотивирует. В Аргентине пчеловодов становится всё меньше и меньше. Многие бросают. Это картина миллиона роящихся пчёл обманчива. В Аргентине, как и везде, когда промышленное сельское хозяйство наступает, когда пестициды опустошают окружающую среду, пчёлы умирают. С такой скоростью исчезнет, может быть, то, что составляло гордость аргентинских пчеловодов. Это засуха. Обычно мы получаем больше мёда. Совсем пусто. Урожай действительно скуден. Поскольку погода была плохая, мёда нет. Мёда нет, но эти лепёшки можно есть. Очень вкусно. Старший сын Таддесе и Боси, чтобы полакомиться, тоже участвует в процессе. Он набирается смелости, чтобы засунуть голую руку прямо в улей. Я вижу соты, но не знаю, есть ли в них мёд. Этот хороший. Не бери всё. Оставь немного им. Это им. Им тоже нужно чем-то питаться. Я научился пчеловодству у отца. Он показал мне, как собирать мёд. Это он меня научил. Но мама тоже многому учила. Осторожно. Этот улей опасен. Пчёлы повсюду. Тяжелее всего отбирать светлый мёд. При этом он и самый востребованный. Здесь немного. У меня не получается его оторвать. Пчёлы жалят. Меня ужалили. Этот сот годится для рынка. Его легче продать. Коричневый мёд хорошо использовать на медовуху. После урожая вся семья собирается у главной хижины, чтобы приготовить мёд к продаже. У тебя недостаточно воды. У тебя недостаточно воды. Здесь нет медогонки. Соты дробят и рубят без отделения воска от мёда. Мы это делаем подручными средствами. У нас нет оборудования, чтобы отделять воск. Такой возможности нет. Говорят, что эфиопский мёд самый лучший. Это правда. Баси отделяет светлый мёд от бурого. Он будет продан на рынке по хорошей цене. Ух ты, ты его накапал везде. Соты худшего качества окажутся во рту у детей. Вкус хороший, не очень сочный. Можешь дать мне немного? Мы не можем отказаться от мёда. Вкусно? Наша мечта — вести комфортную жизнь, иметь хорошее здоровье и хорошо есть. Было бы здорово, если бы у нас было электричество. Оно бы облегчило нам жизнь. Я думаю, что при нашей жизни электричества у нас не будет. Я бы хотел, чтобы дети занимались сельским хозяйством. Но было бы хорошо, если бы они научились более совершенным методам выращивания. Чтобы они были более образованными фермерами. Мы бы хотели, чтобы у детей был разум жить лучше. Может быть, у моих внуков жизнь будет лучше. Для старших детей уже поздно. Надеюсь, молодые преуспеют больше. Но чтобы это сделать, нужно ходить в школу. Местные пчёлы заботятся о Таддесе и Босси. Хотя доходы от мёда и ненадёжны, семья может прокормить себя в период засухи. Благодаря пчёлам Таддесе и Босси получают другое богатство — образование для их детей, которых они могут отправлять в школу несколько дней в неделю. Эта роскошь доступна лишь немногим эфиопам, живущим на плоскогорьях. На острове красоты, пчёлы, которых Пьер Карли перевёз накануне, исследуют их новую игровую площадку. Одна за другой, пчёлы отправляются в полёт на сбор нектара. Им они начинают лакомиться с первыми лучами солнца. Здесь нет никакого загрязнения. В отличие от Аргентины, на Корсике нет ни промышленности, ни пестицидов. 80% того, что мы едим, связано с деятельностью пчёл. А пчела может исчезнуть? Мне кажется, что человек должен подсуетиться на этот счёт. Это влияет на его собственную продолжительность жизни. После перевозки ульев, Пьер должен убедиться, что пчёлы хорошо адаптируются к новому месту. Выживание пчелосемьи зависит от матки. Она живёт намного дольше, чем рабочие пчёлы, от 3 до 5 лет. В течение этого периода она занимается только яйцекладкой. Чем больше цветов, тем больше нектара. А чем больше нектара, тем больше яиц откладывает матка. Пчёлы просыпаются с видом восходящего над морем солнца, тогда как раньше они стояли в лесу. Им сначала нужно привыкнуть к новой пасеке. Они немного обеспокоены, нервные и агрессивные. Атакуют мои руки. Смотрите, матка здесь. А как её распознать? Её брюшко немного длиннее. Сила семьи определяется способностью матки вести яйцекладку. Это двигатель семьи. Если матка работает хорошо, то много пчёл-сборщиц. И такой улей соберёт много нектара, из которого они сделают много мёда. Хорошо. Здесь ещё есть пчёлы для нужного периода. Есть расплод. Семья снова вырастет. И через 2-4 недели зацветёт земляничное дерево. И если погода будет благоприятной, мы получим мёд. Они вас не жалят? Нет-нет, на самом деле они довольно спокойные сейчас. Голые руки — это привычка, которую я выработал при работе с матками. И потом так я более осторожен и обращаю внимание, чтобы меня не ужалили. Но вы не кладёте голые руки на пчёл. Да нет, они согласны, они не ужалят. И так вы чувствуете их тепло, очень впечатляет. Температура в улье должна быть 34 градуса. В улье всегда 34 градуса? Да. Когда вы ставите руку, вы чувствуете тепло, которое вырабатывают пчёлы. Хорошие девочки. Да, это мои девочки-дочки, только они об этом не знают. А ведь это правда. Я не покупал пчёл. Я их всех вырастил. Первые раи, которые я получил традиционным способом, были волшебные. Я увидел маленькие глаза и удивился. Это работает. Конечно, мы им не нужны. Но создаётся впечатление, что рожаешь их ты. У пчёл очень многому можно научиться. В улье совершенно нет чувства индивидуальности. Это общество пчёл, которое работает над общей целью. Индивид теряется перед общим интересом. И это волшебно, чудесно. Пока такие увлечённые пчеловоды, как Кьерк Орли, будут заботиться о пчёлах, экосистемы будут в безопасности. Но вся история, связывающая людей с мёдом, с древних времён, под угрозой в большинстве стран мира. Сохранение пчёл становится главной заботой для всех нас. Без них наш вид будет под угрозой. Фильм Эдуарда Биржона в соавторстве с Люком Голфином. Перевод и озвучка Илья Сенцов. Нравятся наши переводы? Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok